добрый день меня зовут маракасов никита я расскажу вам про сквозную аналитику и автоматизацию на примере контекстной рекламе то что я скажу будет справедливо и для другого трафика но мы будем фокусироваться именно на контекстной рекламе давайте вначале определим что это такое и кто вообще знаком с этими понятиями поднимите пожалуйста руку кто знает определение слышал и может быть даже применяет то есть это те кто слышали так спасибо а кто применяет уже сквозную аналитику на практике так ну наверно рук 10 автоматизацию тоже примерно 10 рук если среди поднявших руки есть ваши конкуренты то это повод задуматься и ускориться потому что эти инструменты они действительно помогают существенно подкрутить эффективность по контексту в начале пару слов о нашем агентстве она называется fine promo мы делаем комплексный интернет маркетинг со специализацией на контекстной рекламе аналитики и построение стратегии продвижения в интернете мы работаем с клиентами выделены командой долго и цель нашей работы это получение прибыли в интернете наш портфель клиентов это федеральные онлайн магазины и онлайн сервисы и например это вот один бизнес одного из выступающих который сегодня выступал дальше мы рассмотрим проблематику вообще когда стоит применять эти инструменты при возникновении никаких проблем вы научились настраивать хорошо контекстную рекламу вы сделали рекламу в директе в эдвардсе в других системах трафика подключили аналитику сайта например метрику и подключили crm систему чтобы видеть итоговый результат по сделке как вы думаете с какой проблемой столкнулся этот винни-пух есть идеи проблема с медом говорят ну я плохо слышу но основная проблема на самом деле в том что все данные в разных окнах чтобы посмотреть эффективность каждого ключевого слова вам надо открывать много окон и смотреть эту компанию одну цифру в одном окне расходы как он вел себя на сайте в другом окне и данные о crm системе в другом окне и потом чтобы это еще применить для назначения ставок вам надо будет еще открывать директ искать там это ключевое слово в общем это очень сложная задача она на самом деле негативно влияет на мотивацию потому что грузит человека и все это приводит потом к монотонной работе другой пример другая проблема вы в метрике или в другой аналитике сайта определили хорошие ключевые слова и вы хотите поднять их в директе в спецразмещение чтобы получить по ним больше трафика но бывают вот такие аккаунты у нас 590 590 компаний и в каждой из которых 648 групп а в каждой группе еще есть ключевые слова то есть вы слова определили потом вы ищите их в директе и опять же эта задача может растянуться на неделю и еще несколько примеров которые связаны с проблемами больших аккаунтов контент менеджер удалил по какой-то причине товары сайта ну допустим они старые или по его мнению вышли из моды вам интернет маркетологу об этом не сказал и что происходит директор может заметить рекламу что она ведет набитую ссылку он звонит вам интернет маркетологу и ругается вы вроде бы не виноваты но проблема такая есть тот же интернет маркетолог то есть вы делаете недельный отчет наверное каждую пятницу тратите на это полдня и конечно это утомительно вы делаете сводный отчет из всех систем и вытекающая отсюда проблема у вас нет понимания тренда текущей эффективности контекстной рекламы вообще нет понимания реальной картины почему потому что вы делаете отчет раз в пятницу раз в неделю и допустим у вас какое-то ключевое слово начало работать в убыток в понедельник на три тысячи рублей но вы об этом узнаете только в пятницу другая следующая проблема вы как интернет-маркетолог специалист по контексту есть такие дни выходные а еще есть даже отпуск он может длиться недели четыре или две недели и и обычно перед выходными перед отпусками человек спешит сделать план у него план сделать там столько-то компаний охватить там весь мир он охватывает весь мир но спешит и делает ошибку эта ошибка приводит к неэффективной работе рекламной компании и опять та же самая ситуация это будет происходить каждый день отпуска следующая проблема вы поздно заметили что у вас мало денег на рекламном аккаунте вы срочно кидаете счет в бухгалтерию бухгалтерия оплачивает счет но деньги не успевают дойти вовремя и реклама останавливается вы теряете потенциальных клиентов теперь об инструментах с как с помощью которых можно решить эти все проблемы первый это сквозная аналитика сквозная аналитика это анализ рекламных кампаний на основе данных об источнике трафика использование сайта и продажа она актуальна для и вообще и автоматизация сквозная аналитика актуальна для проектов ну а как в среднем с бюджетом больше ста тысяч рублей в месяц когда у вас несколько источников трафика систем аналитики когда у вас онлайн продажи либо сделка завершается не моментально следует отметить что вот вся эта сложная система по которой мы поговорим на следующих слайдах она актуальна реально для уже работающих проектов которых хорошо настроен контекст если вы находитесь на самом старте то вам в первую очередь самое главное надо настроить хорошо контекстную рекламу не бывает настроенного контекста просто одинаково каждый раз это делается по-разному и контекстная реклама требует постоянной оптимизации зайдите в метрику посмотрите реальные запросы посмотрите стоимость конверсии всегда есть что оптимизировать а в большинстве случаев это просто ну большой большой объем работы которые надо делать и сквозная аналитика в таком случае это не самый необходимый самый первый инструмент если вы вообще только начинаете запускать бизнес то вам надо запустить контекстную рекламу настроить цели в метрике получить первый результат в виде денег вложили рубль получили два и потом уже когда у вас возникают задачи докрутки тогда вам пригодится сквозная аналитика и пример вот самого простого случая как выглядит система аналитики в этом случае вы запускаете трафик в системах adwords яндекс директ мои таргет и другие трафик попадает на посадочную страницу где аналитика сайта собирает все данные о пользователе микроконверсии и самое главное заявки сайта которые они же лиды они попадают и они же попадают в отдел продаж где их но обычно вручную обрабатывают менеджеры по продажам это самый простой случай вы измеряете эффективность через цели в системе аналитики сайта более сложная система как раз система сквозной аналитики в таком случае любой способ оставления заявки сайта будь то телефонный звонок онлайн заказ и мейл или форма захвата все эти данные стекается в crm систему в ней менеджеры по продажам ведут эти заявки от поступления до закрытия сделки и и дальше все данные из всех трех систем из источника трафика аналитики сайта и crm системы попадают в общую систему аналитики в одно окно в одну базу данных важный момент в этой всей истории это про то что говорил вот в предыдущих докладах стас это это метки это такой маячок который позволяет фиксировать пользователя от первого клика по рекламе до закрытой сделки и потом по повторным продажам также можно его следить и что мы имеем объединив все данные в одну систему мы видим маркетинговый отчет в нужном вам разрезе в реальном времени вы видите эффективные к компании уже по данным из crm системы по реальным деньгам которые вам пришли и неэффективные компании и соответственно вы видя эти данные можете перераспределять бюджет на эффективные компании вы можете учитывать разные конверсии типы конверсии в одном столбце что это такое допустим у вас часть продаж фиксируется через телефон через колл-трекинг часть продаж фиксируется через онлайн заказы вам надо видеть итоговый результат по всем продажам независимо от того в каком источнике каким способом они произошли и вы их просто суммируете в один столбец и следующая возможность это учет ассоциированных конверсий про это также поговорили и я тоже предприму попытку дать определение что это такое и как это полезно для бизнеса правило до конверсии до покупки ну под конверсии мы считаем покупку пользователь контактирует с сайтом несколько раз и в зависимости от того какому визиту мы присвоим конверсию вот эта логика называется моделью атрибуции самая популярная модель это последнее взаимодействие или last click также есть другая популярная модель первое взаимодействие мы присваиваем конверсию источнику первого визита в нашем примере пользователь в начале зашел на сайт по рекламе яндекс директ потом был дубль гиз потом был google adwords и другая реклама с яндекс директа допустим мы используем модель атрибуции последнее взаимодействие получается конверсия посчиталась рекламе яндекс директ 2 вот как вы понимаете другие источники трафика также поучаствовали в этой конверсии и и конверсии по этим вспомогательным взаимодействиям называется ассоциированными конверсиями если мы не будем считать их то мы не посчитаем вклад ли рекламу целиком то есть если по рекламе яндекс директ 2 мы посчитаем только последние взаимодействия то мы будем учитывать не все цепочки конверсии в которых участвовала данная рекламная компания то есть надо будет приплюсовать еще когда это реклама участвовал в по вспомогательным взаимодействиям то есть участвовала как ассоциированная конверсия. И покажу пример. Пример реальный из практики интерфейса сквозной аналитики. Я надеюсь, видно примерно цифры. Я проговорю сейчас, какие тут столбцы есть. Обычно столбцы можно накидывать те, которые вам нужны, те параметры, которые вам удобно анализировать. Здесь есть данные по трафику из директа, клики, средняя цена клика, затраты, конверсии из метрики сразу по двум моделям атрибуции, по первому переходу и по последнему значимому, конверсии из метрики, ассоциированные конверсии, стоимость конверсии, ROI и прибыль. То есть все данные удобно смотреть по каждой компании. Можно переходить в другие разрезы по группам, по объявлениям, по ключевым словам, сортировать эти данные, фильтровать, находить эффективные компании, работать с ними и так далее. И как вы видите, допустим, на примере первой компании, она 37 раз участвовала как обычная конверсия и 12 раз как ассоциированная. И если вы хотите порезать эту рекламу, то не забывайте, что есть еще ассоциированные конверсии. Теперь мы перейдем к следующему инструменту, который помогает в работе с большими аккаунтами, это автоматизация контекстной рекламы. На слайде вы видите конвейерное производство, которое люди делают руками. И наверняка у вас первая мысль, которая возникает, что этот процесс можно автоматизировать. Но именно так выглядят команды по интернет-маркетингу сейчас, многие, которые работают с большими проектами. То есть вся работа делается вручную специалистами. Пример из другой области. Допустим, вы задались задачей научиться хорошо выращивать пшеницу. Вы изучаете, какое должно быть зерно, как его подбирать, когда его садить, как за ним ухаживать, как собирать и хранить урожай. Вы делаете это на практике, у вас получается, вы вырастили пшеницу, получили первый урожай и стали хорошим специалистом по выращиванию пшеницы. Дальше у вас стоит задача получить максимум урожай со всех подконтрольных вам земель. Вы нанимаете трактор, который рыхлит почву. Вы нанимаете комбайн, который собирает урожай. То есть автоматизируете все, что можно. При этом ваша роль как специалиста, она остается. Вы контролируете весь процесс. И даже трактором и комбайном тоже управляют люди. То же самое и в контекстной рекламе. Вы автоматизируете рутину, когда работаете с большим аккаунтом. Но ваша роль как специалиста, она остается. Вы выстраиваете стратегию и контролируете весь процесс. Что же можно вообще автоматизировать в контекстной рекламе? Самое интересное – это управление ставками. Помимо этого можно создавать удобные отчеты, которые будут приходить только с нужными параметрами заданной регулярности вам на почту. Это создание объявлений по шаблону, структуры аккаунта, проставление UTM-меток. То есть система будет смотреть, если у вас где-то не стоят UTM-метки или вы запустили новую кампанию, и там есть какая-то ошибка. Система исправит UTM-метки и загрузит правильный шаблон. Автоматизация работы с бухгалтерскими документами, проверка битых ссылок. Также каждый день система проверяет ссылки на ошибку 404. Если такая ошибка есть, то вам приходит отчет со списком ошибок, и вы можете исправить эти ссылки. И также автоматизация перекрестной минусовки, чтобы избежать внутреннюю конкуренцию в аккаунте. В итоге вы получаете самое главное повышение эффективности в вашей контекстной рекламе. Вы избавляетесь от рутинной работы, ваши специалисты не устают, у них не падает мотивация, они занимаются только самым интересным запуском кампании, подведением итогов и построением стратегии. Вы исключаете ошибки человеческого фактора, когда человек устал, оптимизирует неделями аккаунты, и у него уже, он забыл, по какой стоимости конверсии оптимизирует и начинает делать ошибки. И вы экономите до 80% времени работы ваших специалистов. Поговорим подробнее про автоматизацию ставок. Ее можно делать двумя способами. Первый способ – это на основе линейных правил. В линейных правилах вы задаете логику, по которой будет изменена ставка ключевых слов. Под логикой понимается достижение определенных значений, выбранных вами параметров. Допустим, вы хотите повысить ставку до спецразмещения для всех слов, которые прибыльны за последние 7 дней. Вы отстаете такое правило, и система скриптом поднимает ставки для всех слов, которые попадают под условия. Либо вы хотите понизить ставку на 10% для всех слов, которые имеют высокую стоимость конверсии. Тоже можно так сделать. Чтобы было нагляднее, покажу пример применения такого правила на практике. И такие правила реально работали и работают на одном интернет-магазине, который работает в городе Новосибирске. Мы поднимали ставки до спецразмещения плюс 15%, чтобы иметь запас над быстрее изменения аукциона. Для всех слов, которые имеют стоимость конверсии ниже допустимой. То есть для нас предельная стоимость конверсии 250 рублей, и когда стоимость конверсии меньше, то у нас компания работает точно в прибыли. Для таких слов хороших мы поднимаем ставку до спецразмещения, чтобы получать максимум трафика. Также мы поднимаем все слова, которые имеют мало статистики, то есть которые за все время работы имеют расходы меньше, чем 250 рублей. И понижали ставки, соответственно, для плохих слов, на 20% от номинала от текущей ставки. Для всех слов, которые имеют высокую стоимость конверсии, больше 300 рублей, и которые имеют расходы больше 300 рублей при отсутствии конверсии. Как вы понимаете, такой тип назначения ставок, он актуален для специалистов. Они хотят контролировать все сами, всю логику они хотят контролировать, задавать руками. Им надо автоматизировать только сам процесс, что в принципе является существенной экономией. Если у вас там десятки тысяч ключевых слов, вы их делаете не руками, вы задаете логику, а правила и сервис автоматизации все делают сами. Если вы хотите получить аналог кнопки «Получить деньги с интернета», вам подойдет следующий способ. Он основан на машинном обучении. Здесь вы задаете только значение целевого показателя, который вы хотите получать от контекстной рекламы. Допустим, возврат инвестиций. У вас роет сейчас 60%, вы хотите получить 80%. Вы задаете этот показатель системе, и она сама управляет ставками, чтобы получить заданное значение. Как это все работает? Система анализирует все параметры, которые задаются в источнике трафика, и все, что получается на выходе, все микроконверсии, и как это все влияет на итоговый результат на конверсии, все взаимосвязи. И в итоге она высчитывает вероятность получения конверсии в следующем аукционе по какому-то ключевому слову, и на основе этого назначает определенную ставку. Но такой способ работает хорошо при определенных условиях. Первое – должна быть стабильная статистика. Если у вас статистика скачет, система будет так же скакать. Второй момент – вы должны задавать реальные допустимые значения. Если вы зададите какой-то нереалистичный сценарий, система со временем понизит ставки в ноль. Также, в принципе, это все. А, и чем больше данных, тем лучше результат. То есть чем вы собрали больше конверсий, чем больше статистики, истории получения этих конверсий, тем система будет лучше учитывать взаимосвязь и рассчитывать вероятность. То есть минимум затраченной времени, но есть определенные условия, при котором эта вся история работает. Такие же стратегии вы можете получать в Яндекс.Директе, используя стратегию средняя цена за конверсию и средняя рентабельность инвестиций. Можно пользоваться, тоже хорошо работает. Примеры сервисов автоматизации, которые предоставляют и сквозную аналитику, и автоматизацию в контекстной рекламе. Рынок молодой, поэтому нет сервиса самого лучшего, хорошего, проверенного, которым все довольны. Обычно сервисами вообще никто не доволен, потому что они молодые, автоматизировать все это сложно, но какие-то определенные задачи, какие-то определенные сервисы могут решать. Поэтому вам надо тестировать, смотреть, выбирать свой сервис. И опять же реальный пример, тот же самый интернет-магазин по Новосибирску, для которого мы обсуждали линейные правила. За последние 8 недель для системы Яндекс.Директ удалось понизить стоимость конверсии на 27% и повысить количество их на 19% с помощью линейных правил. Магазин работает на конкурентном рынке, и на самом деле до этого ручной оптимизации не удалось это сделать 6 недель, до этого работая с этим магазином. И вот только применяя линейные правила, получили результат. Ну и также плюсы использования автоматизации. Это мы больше не тратим время на проверку битых ссылок, не проставляем UTM-метки, у нас меньше стресса, мы лучше спим по ночам, потому что если какое-то слово будет работать неэффективно, то нам придет уведомление на почту, а если совсем неэффективно, то оно будет автоматически остановлено. Ну и самое главное, это, конечно, результат. То есть результат есть, все работает хорошо, вся система себя окупает, можно двигаться дальше, развивать бизнес. Резюмируя все вышесказанное, используйте автоматизацию сквозную аналитику при возникновении реальных инструментов. Если вы запускаете ее в самом старте, в самом начале вашего бизнеса, есть риск запутаться, и в итоге и реклама не настроена, и сквозной аналитики непонятно что измеряется. То есть если у вас работает класс на контекст, и вам надо подкрутить эффективность, тогда стоит пробовать. Сквозная аналитика дает полную статистику по рекламе в нужном разрезе в реальном времени. Также она распределяет бюджет, вы видите эффективность по рекламным кампаниям, распределяете бюджет на эффективные каналы. Автоматизация контекстной рекламы дает экономию до 80% времени работы вашего отдела интернет-маркетинга, избавляет от рутины, по сути повышает мотивацию, и самое главное, повышает эффективность ваших рекламных кампаний. В заключении я хочу пожелать всем, чтобы для вас продвижение в интернете не было черным ящиком, который съедает ваши деньги, чтобы это было понятным, измеримым и масштабируемым каналом развития вашего бизнеса. Спасибо. Спасибо, Никита. Вижу сразу руки в зале, времени у нас совсем немного, а вопрос из зала у нас есть и здесь, и здесь. Хорошо, давайте сначала там, а потом перейдем сюда. Относительно первого слайда, во-первых, Алексей Салуткевич, здравствуйте. Относительно первого слайда с линейными правилами, там, где вы говорите о том, что необходимо понижать ставки, если цена конверсии, допустим, больше чем 300 рублей, ну для всех фраз условия. Ну, мы понижаем ставки, в какой-то момент мы при понижении ставок попадаем из спецразмещения и попадаем под второе линейное правило, которое нам будет повышать ставки, так как расход меньше 250 рублей и ноль конверсий, так как, ну, допустим, с гарантией не конвертируются люди. Получается цикл. Не сталкивались с этим? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот вы привели примеры сервисов, которые дают возможность сквозную аналитику делать. Каким сами пользуетесь? А, мы сами пользуемся ProfitPanda. Честно говоря, первый вопрос плохо услышал. Попробую. Давайте я вкратце попробую повторить. Мы если по второму линейному правилу, которое снижает цену за клик в спецразмещении, если цена конверсии высокая, в какой-то момент выпадем из спецразмещения и потеряем, допустим, потеряем конверсии в ноль, так как будем показываться в гарантии. Мы же понижаем ставки. И после этого попадаем под первое линейное правило, которое заставляет нас повышать конверсии на разогретом аукционе. Снова попадаем под второе правило. То есть цикл получается. Не сталкиваетесь с таким? Такое вполне может происходить. Такие слова есть. То есть на высокой позиции или в определенный момент времени слово становится неэффективным, оно выпадает. И потом со временем оно может работать лучше. Если оно работает лучше, оно попадает под первое правило и в принципе может гулять бесконечно. То есть здесь опять же можно подключать еще другие способы оптимизации рекламы, чтобы более детально поработать с этим ключевым словом. Ну и вообще это простой пример правил. На самом деле их больше, они сложнее. И здесь еще надо подключать знания теории вероятности, чтобы не подрезать слова, которые в принципе могут быть хорошими. Последний вопрос у нас. Здравствуйте, Евгений. Вот хочу у вас, чтобы вы привели пример. Вот, к примеру, есть салон. Он офлайновый. Он использует сайт как витрину для привлечения потока к себе в магазин. Понятно, что CPA конверсии закинуть в корзину там две пачки паркетной доски. Такого, скорее всего, мало, да? Вот какие примеры промежуточных конверсий вы используете, микроконверсии на сайте, если нет возможности почитать покупку? И второе, какую можно литературу посоветуете для аналитиков, для специалистов, ну вот чтобы как раз по вероятности, ну, чем можно почитать, поучиться? А вот именно по сквозной аналитике? Ну, по вероятности, по аналитике, вот что-то такое базовое совсем, да? Чтобы у человека сложилось впечатление вообще. Чтобы он не инструментами мыслил, а более глобально как бы вот так вот. Если у человека нет такого глубокого математического образования, как быстро его ввести в тему? Я понял вопрос. Отвечая на первый вопрос, микроконверсия – это наведение на номер телефона и посещение страниц наиболее близкой конверсии, это обычно корзина. Ну, либо вот в зависимости от сайта, ну вот мы использовали наведение на телефон, то есть это прям… То есть мы смотрели статистику этой микроконверсии с звонками реальными, и там была прям прям прямая зависимость. Вот, то есть это работает. И отвечая на второй вопрос по литературе, к сожалению, я такую литературу не знаю, у меня есть вот рекомендации именно по настройке контекстной рекламы, вот, а чтобы изучать теорию вероятности, надо изучать матстатистику и теорию вероятности. То есть это классическая литература, а все остальное я не видел, чтобы это встречалось в каком-то хорошем учебнике, то есть или материалах. То есть я обычно, и вот кто со мной работает, мы смотрим практиков, которые с этим работают, вебинары, конференции и реальный опыт. Хорошо. Коллеги, спасибо большое за оффлайн-вопросы. Видела, что есть вопрос в онлайн-трансляции. Я думаю, что чуть-чуть попозже Никита подойдет и ответит письменно вместе с нашими коллегами. Спасибо большое за доклад. Двигаемся дальше.